Что сегодня будем изучать, как будет проходить наш семинар? Я буду что-то показывать, рассказывать, возможно, вы позадаете какие-то вопросы. Тема у нас будет посвящена информационной безопасности. Также, чтобы было не так скучно, я подготовил стенд с продуктом компании Код Безопасности. Сегодня мы в большей степени будем говорить про их продукты, которые обеспечивают защиту каналов в связи, обеспечивают защиту информационной системы, защиту хостов. Поговорим про требования регуляторов и что-то, чтобы было веселее, я вам покажу. Я на стенде внедрил ряд продуктов. Посмотрим, как можно произвести конфигурирование и как архитектурно они работают. Вначале я расскажу вообще в целом про информационную безопасность и какие могут быть подходы к реализации защиты вашей информационной системы. Вообще, тема информационной безопасности, она сложная и очень обширная. С разной стороны можно смотреть на нашу инфраструктуру. Со стороны начальника это одно видение. Со стороны инженера-администратора, который настраивает, который знает, как внутритехнологически работает та или иная система, это другое видение. А есть еще видение финансового директора или учредителя бизнеса, который тоже не хочет тратить много денег на IT-инфраструктуру, тем более на безопасность, но хочет получать прибыль и при этом не испытывает каких-то проблем с рисками потери какой-то информации. И еще есть четвертая точка, это регуляторы. Она, кстати, очень ярко сейчас у нас, конечно, возникает. И, конечно, на нее мы должны внимательно смотреть на требования регуляторов. Поговорим про безопасность в целом. Потом поговорим про как раз отраслевые стандарты и законодательства. Вот они, требования регуляторов, которым должны соответствовать определенные организации, если мы работаем с какими-то данными, допустим, персональными их обрабатываем, или взаимодействуем с государственными информационными системами, или работаем с гостайной, на нас накладываются особые требования по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры. Дальше мы поговорим про продукты компании код безопасности и как они помогают защитить вашу информационную систему. И очень важный вопрос, правильно подняли коллеги, соответствовать правильной настройке внедрения требованиям регуляторов. Опять же, с одной стороны, кто хочет получить галочку от регуляторов, вписать себя в реестр соответствующих, прошедших проверку, это одно, а с другой стороны, начальник хочет, чтобы было безопасно, тоже эти продукты, обе задачи вам могут решить. Немножко поговорим про такой продукт SecretNet Studio, быстренько опишем план внедрения, если вы будете его использовать. Посмотрим, как выглядит сам продукт в виде демонстрации на стенде. И пару слов поговорим про такой продукт, как Continent. Это программно-аппаратный комплекс, тоже от компании код безопасности, который как раз реализует защиту каналов связи и позволяет реализовать ДПН-туннели между вашими филиалами, как раз по требованию законодательства и соответствия требованиям ГАСТА, по шифрованию нашим мегастрольным алгоритмам. Не буржуйскими какими-нибудь АЕСами, а нашими гастрольными, которые требуются нашими регуляторами. Ну и пару слов поговорим про учебный курс, в котором это все подробно изучается. А все на это у нас есть немного времени. Официально указано 45 минут. Обычно задают вопросы, мы в 45 минут не укладываемся, чуть-чуть подольше будем заниматься. У меня Бойцов Петр, я являюсь ведущим преподавателем. Много-много всякой профессиональной сертификации, можете на сайте посмотреть, почитать. Занимаюсь двумя направлениями. Это администрирование, знаю как операционные системы, как внутри работают, как протоколы, как какие-то средства защиты. Внутри реализуется это по администрированию. А второе направление это информационная безопасность. Я являюсь тренером лаборатории Касперского, тренером Microsoft, тренером компании Код Безопасности. Наш учебный центр устроил этот семинар. Большой учебный центр, много разных курсов. Многие у меня там уже занимались, искали присутствующих. Есть у них сайт специалисту, можете потом зайти и почитать. Ну и давайте поговорим про в целом информационную безопасность. Что это за такой процесс и как на него надо смотреть. Задача информационной безопасности это обеспечить конфиденциальную целостность и доступность данных. У нас есть компьютеры, с этими компьютерами работает пользователь, есть сервера. Мы в итоге вводим, обрабатываем, храним данные. И конечно безопасность должна обеспечить конфиденциальную целостность и доступность этих данных. Неважно от каких угроз, неважно при каких ситуациях, но данные всегда должны быть доступны, должны быть самостоятельны. Это задача информационной безопасности. Чтобы мы все понимали, безопасность это очень комплексный и очень сложный механизм, который не может быть достигнут внедрением какой-нибудь одной программы безопасности. То есть мы будем думать, что мы поставим антивирус и будем защищены от любых угрозов. Совершенно неверное предположение. Обеспечение информационной безопасности это целый процесс, который далеко идет и начинается в первую очередь с людей. Из организационных мер на вашем предприятии, для того, чтобы в итоге обеспечить всестороннюю защиту наших информационных ресурсов. И туда входит и физическая безопасность, и какие-то программные продукты, и фаерволы. Потому что есть различные угрозы, которые могут быть подвержены вашей данной. И если смотреть на администратора, который имеет технические навыки, понимает, как работают системы, как работают приложения, понимает, что есть антивирус. Администратор, он всегда хочет настроить систему правильно, чтобы она работала без сбоев. И он на безопасность смотрит со своей точки зрения. Она у него достаточно узкая, эта точка зрения. Ну, с одной стороны, он, в принципе, не хочет внедрять никакую систему безопасности. Потому что это будет мешать ему работать, ему потребуется больше времени на поддержку такой системы. А с другой стороны, он понимает, что все-таки, если он не поставит антивирус, компьютер заразится, и будут какие-то проблемы ему же и потом чинить. Еще данные потеряются, и его будет ругать начальник. Он понимает, что надо. А с другой стороны, не надо, потому что неудобно работать. Также он понимает, что помимо антивируса, он учился на каких-то курсах, он учил, как работать, и учили, как работает операционная система, он знает рекомендации Microsoft, ему говорили на курсах, давай сделаем сложный пароль, базовые требования по безопасности. Давай будем обновлять операционную систему. А как обновлять? Надо какое-то решение, надо выделить какой-то сервер обновлений, согласны? То есть надо выполнить какие-то настройки. Он готов это сделать, его научили, он хочет это реализовать. Это его видение. А еще он знает, что есть другие средства безопасности в той же операционной системе, которые можно дополнительно настроить, но это может сказаться на работе пользователей, им будет неудобно, или он себе решит, вот такой, давайте, сценарий, что надо пароль делать длиной 15 символов, это хорошо, да, с одной стороны, и пусть меняет его раз в 10 дней. И он может это централизованно внедрить в организацию. Да, но это может привести вообще к обратной стороне медали, что никто не сможет запомнить, и никто не сможет так часто менять пароль, все себе мониторы его наклеят, и будет там единичку-двое еще в конце добавлять, и будет плохо. И он сам, вот тут очень важно, если вы администратор в организации, вы сами, как человек, который может реализовать эту меру, без приказа или без разрешения вашего руководителя, не должны это внедрять. Потому что вы можете внедрять, вы будете думать, что будет безопаснее. Но это, то, что вы внедрили, какую-то меру по обеспечению безопасности, повлияет на бизнес-процесс. Вот придет начальник главный, красным нарисуем, будет сильно-сильно ругаться. Потому что к нему придет пользователь и скажет, что за ерунда, я не могу работать. Почему не можешь работать? Кто-то там что-то перенастроил, вы по своему видению это сделали, и теперь это мешает работе рядовому сотруднику, который приносит прибыль организации. А он не может работать, он не может заработать дивиденды какие-то. А вы только их потребляете, как айтишник. Вы с прибыль компании не приносите, поэтому начальник по-другому к вам относится. А с другой стороны, вы пароль сложный сделали, а начальник говорит, зачем ты его сделал? Чтобы злоумышленник не подобрал пароль. Хорошее решение? Вроде бы со всех сторон хорошее. Он говорит, подожди, а с чего ты взял, что какой-то злоумышленник может и сможет подбирать пароли к моим учетным записам, для того, чтобы получить доступ к нашим данным? У нас сеть закрытая. У нас никто не заходит, никто не подключается. То есть нужно было провести какой-то анализ того, что эта мера действительно будет принесить какие-то преимущества в нашей организации. Поэтому придуманы различными экспертами и инженерами такой правильный методологический подход к обеспечению безопасности. И по-разному на него надо смотреть с точки зрения администратора, с точки зрения начальника, с точки зрения владельцев бизнеса. Если правильно на это все смотреть, то смотрите, как будет выглядеть процесс. Полностью обеспечения информационной безопасности достигается посредством многоэтапного процесса управления рисками, в рамках которого вы производите идентификацию бизнес-процессов и активов. Вот этот процесс, как вы думаете, кто должен делать в организации? Ну, либо комиссия, да, либо если организация небольшая, то кто тогда будет делать? Группа эксперт. Может группа эксперт, ну, опять же, про большую организацию. Сам. Кто? Сам. Администратор. Неправильно. Администратору вообще не допускает понимание бизнес-процессов. Это должен делать руководитель. Либо руководитель эти отделы, если он, либо какой-то главный человек, руководитель, с владельцами бизнеса. Потому что администратор, он не видит бизнес-процессов. Вы, как администратор, вы не знаете, что делает этот сотрудник на этой должности за своим рабочим местом. Как он приносит дивиденды. Вы не знаете, что он делает. Кому он там что продает, кому перепродает, как он там что отправляет. Вы видите только техническую часть. Видите, что есть файловый сервер, что есть домен, что есть пароль. А что он туда выкладывает? Что в этих документах? Зачастую мы даже не имеем доступа к этим документам. Бухгалтер, что там он делает? Какие он там счета, кому выставляет? Как это важно? Как это важно, чтобы он именно сегодня выставил? Вы не можете. Вы не можете идентифицировать полностью бизнес-процесс. И вот здесь, на идентификации бизнес-процессов, там еще важный элемент. Мы, конечно, подробно не будем избирать. Это отдельный курс, очень длинный есть, по построению проектов информационной безопасности. В этом бизнес-процессе может быть и важным аспектом есть оценки важности этого бизнес-процесса. И в связи с этим, естественно, защитные меры, которые будут применяться к этому бизнес-процессу, они будут намного более серьезные, чем другим бизнес-процессам. Потому что если этот бизнес-процесс стал, то организация каждую минуту теряет миллион долларов. А вы не знаете вообще. Может, сидит какой-то человек в отдельной комнате, что-то там на компьютере делает, а вы как администратор, ну, есть, ну, сломается, ну, и ладно. А там миллионы долларов начинают за каждый час утекать. Потому что он там что-то не... Это... Нет, оценка рисков может быть только после того, как у вас есть модель бизнес-процессов и активов. Вы знаете, что куда передается, какие инфраструктуры на это завязаны, насколько важны эти бизнес-процессы, что бизнес-принципы функционируют. А потом, напираясь на понимание всех вот этих движений, всех данных и обработки этих данных, вы оцениваете риски и угрозы, которые к этим могут повлиять на эти бизнес-процессы. Вот такая схема. Но, сами понимаете, оценить риск... Вот есть риск, допустим, перехвата трафика. Есть риск, можно от него защищаться. Но какого трафика, для какого бизнес-процесса, насколько он важен. Не зная, как у вас данные двигаются по вашей информационной системе, вы не можете оценивать риски и понимать, что у вас вообще возможен риск для этого. Понятие обрабации, скитинерность. Есть, есть. Есть даже модели, которые это описывают. Есть даже программы, которые это делают. И вы вводите какие-то данные. Это все есть. Это все можно на отдельных курсах изучать. Все это есть. И хорошие программы, они даже стоят больших денег, когда вы будете именно с точки зрения руководителя. Это курсы руководителей службы отдела информационной безопасности. Вот они это делают. Они это оценивают, они вот эти схемы внедряют. А мы техническим, как администраторам, мы помогаем, потому что начальник, он технически не подкован. Он может не знать каких-то нюансов внутри. Мы можем помочь техническим советам, как это все взаимодействовать. Дальше, когда вы поняли, что куда вводится, что где обрабатывается, насколько это важно для бизнеса, что будет, если вот эта часть перестанет работать, мы определяем источники угроз для этих бизнес-процессов и уязвимостей. Но только после того, как мы поняли, что где, как вводится, обрабатывается. Я пущу, я не пойму. Кто? Кто будет оценивать. По-действию, да. Может быть, он и не должен, потому что все в том, что все в процессе. А это бизнес-процесс оценивается обязательно совместно с владельцем бизнеса. То есть здесь вы должны привлечь, как я говорю, комиссию, в которой будет и начальник отдела безопасности, и там начальник отдела IT, какой-нибудь ведущий инженер, и владельцы бизнеса, в том числе этот, может быть, даже бухгалтер. Опять же, сам владелец бизнеса, он может целиком не знать, как внутри все работает, поэтому там не будет зместиваться какой-то. И это всегда группа людей в организации. Потом мы определили угрозы и уязвимости и определили степень воздействия этих угроз и уязвимостей на бизнес-процесс. Мы теперь понимаем, что, где, почему. Дальше мы, опять же, с руководителями начинаем думать, вот есть важный бизнес-процесс. Допустим, мы занимаемся отгрузкой, вот у нас тут стоят поезда, мы должны им напечатать накладные, чтобы поезда поехали. Простое этого поезда стоит много денег в минуту. Пока есть задержка, то где-то там теряем. И бизнес-процесс. Вот есть сервер, откуда я беру шаблон накладной. Есть принтер, куда я отправляю эти данные. Вот бизнес-процесс, он такой. Я сервера забрал к себе на компьютер. Вот сидит человек, который занимается отправлением этих поездов. И вот сюда на принтер отправляем. Какая угроза может быть? Тут канал связи. Безопасность – это не только внешние угрозы, которые могут повредить наши данные, это в том числе и недоступность данных. Это тоже какой-то риск. Согласны? Что вот злоумышленник будет посылать ДОС-атаку, я доступ к серверу не получу. О, угроза. Какая вероятность возникновения угрозы? Что если это сервер внутри организации? Ну, очень низкая, согласитесь. Если сервер где-то там в интернете стоит, мы так сделали, так спроектировали бизнес-процесс, что он в интернете стоит, потому что много филиалов к ним подключается, там вероятность атаки на этот сервер намного выше. Согласны? Тогда и вероятность возникновения угрозы выше. Тогда там коэффициент ставится, что побольше. Начальник, как ты думаешь, будем защищаться от такой угрозы? Он говорит, конечно, будем. Поезд не отправят, много денег потеряем. Давай внедрять систему ДДОС-провеншн. Он говорит, сколько стоит? Мы говорим, ну вот если брать там какую-нибудь облачную или что-то специализированное, это необычный антивирус, это что-то очень такое серьезное, ну пускай будет на три компьютера миллион рублей. Он говорит, с ума сошли? Нет, так не пойдет. Это очень долго. И вот идет уже принятие мер по минимизации риска. Что может быть? Мы можем принять риск возникновения угрозы, чтобы мы знаем, что может быть ДДОС-атака, что сервис выйдет из строя. То есть начальник не хочет тратить деньги и посчитал этот риск или реализацию очень маловероятной. Или он может сказать, да, это очень важно, мы принимаем этот риск, будем его минимизировать, ставить систему защиты ДДОС-атак. Вот, хорошо, будем внедрять, минимизируем этот риск, коэффициент возникновения угрозы будет минимальный, 100% гарантия, редко кто дает, да, и все, внедряем, риск минимизировали. Можно принять риск, ничего не делать, можно минимизировать риск. Можно вообще сказать, что риска, вот этого не будет. Знаете, как можно уклониться от риска? Переделать бизнес-процесс. Давай-ка вот этот шаблон, положи ему сразу же на компьютер и поставь рядом еще один компьютер на случай отказа. Все, не нужен никакой канал связи, не нужно это дорогое решение, мы от риска уклонились, переделать бизнес-процесс. Вот так тоже. Понятен правильный подход? И когда мы, здесь не хватает вот такой важной стрелочки, бизнес-процессы постоянно меняются, новые риски появляются, новые угрозы в сети, поэтому мы это всегда зацикливаем. Постоянно пересматриваем дело, инвентаризацию, новые бизнес-процессы появляются, новые угрозы и новые риски. Хорошо. Ну, опять же, тут смотрите, если я хочу обезопасить свою компанию, предприятие, я иду к начальнику, собираю комиссию, проводим инвентаризацию, делаем вот этот сложный проект, все это рисую и документирую, принимаем меры по минимизации уклонения от рисков, и мы защищены. Это я защитил свои активы. Потому что начальник увидел, что есть угроза, и не хочет потерять активы, не хочет потерять какой-то прибыли. Дальше бывает начальник говорит, ничего мне это не нужно. Вот мы 10 лет работаем, и за 10 лет ни одного инцидента не произошло. И ничего не буду въедать. Ни антивирус не буду ставить, ни пароли не буду делать, ни домен не буду внедрять, ничего не надо. Так бывает, бывают такие начальники. Но иногда бывает, что организация, она работает с какими-то данными, или обслуживает какие-то важные инфраструктуры, и на эту организацию начинают действовать требования отраслевых стандартов от государства и законодательства. Этих требований и стандартов достаточно много. Есть сейчас такой ярко стоящий перед всеми организациям практически 152-й федеральный закон о персональных данных. И практически любая организация может попасть под этот федеральный закон. И, соответственно, в связи с этим потребуется получить сертификат в соответствии от стека, зарегистрировать себя как организацию, которая обрабатывает персональные данные, что персональные данные есть в каждой организации. То есть отдел кадров по-любому работает с персональными данными. Там много нюансов, много особенностей, даже есть отдельные курсы, которые объясняют, как можно соответствовать этим требованиям. Или нужно ли в принципе нашей организации соответствовать требованиям и выполнять требования этого федерального закона. Если мы государственная информационная система или работаем с государством, или у нас система автоматизированной обработки СУТП, технологического процесса, то есть мы отвечаем за, допустим, какие-нибудь элементы из электростанции. Если у нас произойдет какой-то сбой на электростанции технические, то что произойдет? То есть может целый город остаться без электричества. Это повлияет на... Здесь, там очень много законов, да, то есть первый федеральный закон, ну просто если их там все перечислять и акцентировать внимание, там на каком-нибудь действии, то тут двух дней не хватит. То есть, еще раз, организация в зависимости от своих бизнес-процессов может попадать под разные требования регуляторов. Опять же, стандарты Банка России, стандарты международных нормативных актов по здоровью, всякие медицинские организации. И мы будем попадать под требования регуляторов. Да. Я читал требования персональной адапты, например, в СКРК, и защите коммерческой этапы, в принципе, все требования, они очень похожи. О, да. Для того, чтобы... Мы хотели бы создать, подготовить какую-то методику, которая бы показывала, что для этого можно, для защиты можно фото, 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 чтобы более понятным языком. У них, в большей степени, если смотреть на вот эти вот приказы, дополнительные, 17-21-й, то есть металлические рекомендации СТЭК России, как раз к вот этим законам, 152-му федеральному закону, там описываются те средства защиты, которые должны быть сконфигурированы и внедрены в зависимости от требований этого законодательства. Опять же, если мы говорим о персональной данной, есть разные уровни персональных данных. Первый, второй, третий уровень. И в зависимости от того, в каком количестве мы обрабатываем эти персональные данные, какие персональные данные мы храним, мы должны издавать разные уровни защиты нашего хранения, передачи, обработки этих персональных данных. И в целом они очень похожи, но почему они их не объединили в одну? Потому что, может быть, мы попадаем только лишь под закон о защите гостайна, а под обработку персональных данных мы не попадаем. Зачем нам читать и смотреть, и объединять, хотя в некоторых случаях это невозможно, потому что штаб более строгие меры. Невозможно. Это может законодательство. И мы сейчас поговорим про как раз вот эти требования, что внутри надо строить. Я вам покажу, как это сделать. Но еще раз, вот здесь не просто так, если брать законы, там очень таким технически тяжелым языком описано, что должно быть, что должно быть реализовано. В сложном языке. Куча еще документов. И куча дополнительных ссылок на дополнительные статьи реализована. И, допустим, если взять специализированный софт, того же кода безопасности, и подумать, вот я знаю, что в этом софте есть все необходимые компоненты защиты для обеспечения персональных данных. И если открыть сайт вендора, там написано, вот, это же, наверное, в слайдах есть. Да, вот, допустим, если взять продукт SecretNet Studio. Он говорит, если вы меня поставите, они у себя на сайте производители пишут, то мы позволим защитить вашу информационную систему соответствующим классам защиты. по требованиям стек, по требованиям защиты государственных информационных систем, защиты вот персональных данных. И я буду себе думать, как администратор, если вот как администратор думает, я сейчас поставлю на все компьютеры, внедрю, настрою галочки, как мне рекомендуется по руководящим документам, и буду защищен. Неправильно, потому что, когда государство готовило эти документы, просто настроить какое-то программное средство недостаточно. Есть угрозы физической безопасности, есть угрозы утечки персональных данных от приходящих неправильного неправильной работы сотрудников, он сам случайно куда-то скопирует. Мы должны научить сотрудников, мы должны построить модель угроз на нашу конкретную информационную систему. То есть это не просто какое-то решение с какими-то галочками, это опять же целый проект как раз вот с теми шагами. Вот те шаги также описаны в требовании вот этих законов, что я буду идентифицировать бизнес-процессы, где вводятся персональные данные, где обрабатываются, кто имеет к ним доступ, какой уровень, кто имеет доступ к этим персональным данным, это все в законе описано. И должен быть проект. И вы сдаете в комиссию вот этот проект свой. Без него вам не поставят галочку, что вы прошли эти статусы. Вам нужен целый... Это только для бизнеса, нужно. Для бизнеса это рекомендация для персонального данного. Вот 21 приказ в СТЭК это как раз рекомендация для коммерческих предприятий. Вот 17 это обязательно они одинаковые по сути. 17-20. Бизнес сам решает, хочет защищать, не хочет. Аттеснации не... Это относится, если вы защищаете персональные данные своих сотрудников. Даже если мы будем хранить, обрабатывать персональные данные не только своих сотрудников, и они требуют соответствующий уровень защиты, потому что, допустим, там третий уровень, он не требует никакой защиты. То есть, мы не должны проходить инфестацию, внедрять эти системы. А если там второй, первый, то уже надо аттестоваться, внедрять всякие средства защиты. соответствия написана фраза прессная. Сортификация соответствия. Что это? Никто не может документировать. Никто не может. Почему? Пройти оценку соответствия. Это не сертификация. Блокстек настаивает, что сертификация, но это жонгрирование терминологии. Вообще, очень тонкий момент. И всегда очень много споров на подобных всяких мероприятиях вызывает. Даже иногда сами авторы этих законов они не могут точно градировать, что же они там по написанию. Надо ли моей организации проходить эту сертификацию? Надо ли внедрять? Надо ли запускать этот проект? Или не надо? Это всегда очень тонкий вопрос. Всегда очень тонкий. И всегда индивидуально рассматривается. Стэс сказал, что мы не можем комментировать федеральный закон. Когда просили его разъяснить, как мы не можем комментировать, сами понимаете. Да. Самый простой вопрос, там есть требование, что нельзя обсуждать социальную информацию, если в смежном помещении расположена и их спрашивают, как обеспечить это? Он сказал, заправьте своего сотрудника во время конституции в ту организацию, чтобы он контролировал, чтобы он не прослужил. Почему? Это так. А кто в ту организацию? Когда звукоизоляцию проверку смежной стены. Нет, нет, нет. Методика есть, как это проверить. И чему это? Смежное помещение использует помещение, в котором смежная другая организация. Что это? Ну, если это прямой запрет, значит, нельзя сделать. коридор. Давайте. Еще пообсуждаем. Давайте сейчас основную часть пройдем и сразу пообсуждаем, что мы уже коллеги с вебинара, их там у нас много, чтобы они не мешали нашими темами, не совсем освещенные нашему семинару. Так, смотрите, мы поняли, что есть одна часть, когда бизнес хочет защитить реально свои данные и он боится, что они будут испорчены, украдены. другое дело, что начальник может не хотеть, но на нас спускается требование журнала. Вот их очень много и многие организации под них попадают. И в этих требованиях написано, если мы попали под них, что нужны специализированные средства защиты информации. мы собрались с вами поговорить про продукты компании под безопасность и есть очень интересный продукт SecretNet Studio. Так давно вышел этот продукт, для этого был продукт SecretNet седьмой версии, последняя у них была, они его сняли с поддержки и появился продукт SecretNet Studio. Позволяет защитить информационную систему от различных угроз информационной безопасности и также он имеет огромное количество сертификатов для того, чтобы вы прошли проверку требований различных регуляторов. У него, у этого продукта сейчас очень большое количество компонентов. Они сейчас по сравнению с предыдущим продуктом добавили туда и антивирус, и фаервол, и система шифрования трафика, и система обнаружения вторжений. Он стал таким комплексом и если вы хотите его внедрять и защищаться от каких-то угроз, которые вы в проекте по безопасности видите, могут влиять на работу в вашей организации, вы можете, во-первых, лицензировать эти компоненты отдельно и ставить их либо не ставить. То есть, если вы считаете, что антивирус не нужен в их продукте, можно его не устанавливать и лицензировать и покупать. Это модуль. Внутри что за функции? Первое, это защита от несанкционированного доступа к информационным ресурсам вашего компьютера. НСД очень часто везде во всех требованиях регуляторов такой термин несанкционированный доступ. И очень много разных галочек для того, чтобы защититься от разных угроз несанкционированного доступа. это возможность контроля подключаемых устройств вашему компьютеру. Это контроль устройств. Это технология обнаружения вторжений. Это антивирусная защита, межсетевое экранирование, авторизация сетевых соединений. Не только можешь шифровать, а еще компьютеры между собой перед тем, как установить связь, авторизовать. он дает возможность защиты от учительщики информации реализовывать. Функций очень много. И, естественно, очень много в связи с этими функциями требований к конфигурированию знаний организатора. Его большим преимуществом в организации это средство ставится на клиентские компьютеры и на сервера. Естественно, для того, чтобы обеспечить защиту организации, если вы локально будете ставить защиту, то ей неудобно управлять, неудобно собирать логи, неудобно отслеживать, были ли какие-то инциденты на компьютерах, связанные с нарушением конфиденциальности целостности доступности данных. У него есть система централизованного управления. Позволяет настраивать централизованно, устанавливать, получать события, логи, блокировать компьютер, если вдруг происходят какие-то определенные ситуации на вашем компьютере. И поскольку они сейчас добавили туда и антивирус, и защиту сетевых компонентов, то у вас теперь будет одна единая консоль для того, чтобы обеспечить всестороннюю защиту, в том числе вплоть до защиты гостайны в этом продукте есть. То есть там есть модели не только дискрепционного управления доступа, как если мы говорим защита каких-то файлов и папок, кто может открывать, кто может удалять. Там еще есть модели мандатного управления доступа, то есть по сути это прописывание уровня секретности пользователям и уровень секретности к файлам и папкам и обеспечить уже более серьезную модель обеспечения безопасности не дискрепционную как в Microsoft а мандатную на уровне мандатной и высекретности. Что, что? Ну, секретно они поддерживают. Там, потому что есть режим контроля потоков, очень сложный режим, очень непростой, достаточно тяжело его придется конфигурировать, но он позволяет действительно строгую конфиденциальность обработки данных вашей сессии. Для изолирования локальной сети? Да, для изолирования. То есть, если мы говорим хотим софсекретно, то это всегда изолированный сегмент. И даже доступ к этим компьютерам, хотя там все это будет настроено, тоже, кстати, идет физический доступ отдельно по журналу мы должны пускать людей, которые имеют доступ к софсекретной информации, режимной помещения. Не выше софсекретного? Нет, софсекретно поддерживать. Особой важности есть? Нет, они вот до той люди дотянулись. Получается, у мандатной системы всего два вида будет секретный доступ или софсекретный? Нет, там мандатных меток до 16 уровней. Это может быть для требований регуляторов, а с другой стороны для принципа работы данной обычной организации. почему бы не зависит. Вот еще по помещению это как решено. Чем отчет? По побочным каналам. По побочным каналам, но это изолированные сегменты, они обычно эти компьютеры. Если мы уже идем до софсекретным, то это всегда компьютер отдельно стоящий, в отдельных получениях не подключенных сетей. Он всегда отдельно стоящий, поэтому там есть такая распространенная модель безопасности Defense and Def. Майкрософт ее любит продвигать, слышали, да? То есть 8 уровней и на каждом из уровней может быть какие-то угрозы, какие-то защитные меры. Для того, что придумали, вот вы допустим зашли в операционную систему, нашли хорошую галочку в политике безопасности, ее о, я защищен. Хорошо, ты защищен, ты молодец, но что ты защитил? От каких угроз, на каком уровне? Вот она позволяет вам некое такое структурирование тех защитных мер и настроек, которые вы сделали в защитных средствах, структурировать по какой-то модели. Что оказывается, все начинается с политик процедур и осведомленности сотрудников, безопасность начинать в первую очередь. Самая проблемная часть это пользователь всегда, человек. Потом идет физическая безопасность. Если вы не обеспечили физическую безопасность, если ваши сотрудники не осведомлены и не подписали политику безопасности, ей не следует, то другие уровни можете даже не настраивать, не планировать. Потом физическая безопасность, если я могу подойти, сервер в коридоре стоит, его ногой пнуть, все плохо, данные потеряны, или кто-то другой это может сделать, компьютеры должны стоять где-то под столом, чтобы не было прямого доступа, сервера изолированы в серверных комнатах. Потом идет защита периметра, то, что я буду защищаться от внешнего небезопасных сетей интернета. Здесь могут быть различные фаерволы, системы обнаружения, вторжений, и если я что-то настраиваю допустим системе обнаружения вторжений, это я настраиваю для защиты уровня периметра. Потом внутренние сети, internal network, это когда у вас бухгалтерия в отдельную сеточку, она отделяется от сети каких-то разработчиков, продавцов, они там в интернете лазят, там больше вероятность появления вирусов и так далее. То есть это сегментация сети, между ними тоже могут ставить фаерволы, фильтровать трафик, систему обнаружения вторжений ставить, если я вдруг боюсь, что из соседней сети, сеть бухгалтерии кто-то будет подключаться. Потом уровень хостов, это уровень операционной системы. То есть если вы в операционной системе ставите галочку обеспечить повышенную многофакторную аутентификацию, то вы настраиваете защиту хостов операционной системы. А потом в операционной системе приложения работают. У каждого приложения есть свои настройки и свои возможные угрозы на эти приложения. Если вы берете 1С, то там есть свои настройки безопасности. А это приложение внутри операционной системы работает. И в конце у нас данные хранятся, приложения работают с этими данными. Здесь тоже действует защита. Современные антивирусы, вот если брать подход методологический, то это все-таки приложение. И когда вы ставите антивирус какой-то, то считается, что это приложение в операционной системе и на уровне приложения оно нас защищает. Но современный антивирус настолько обширный, настолько глубоко интегрируется в вашу систему, что он позволяет настроить компоненты, которые будут защищать и на уровне хостов, и на уровне приложений, и на уровне данных. И на уровне даже сети. Потому что в нем есть система обнажения вторжения, если как сетевая атака, либо антивирус, как в котором есть фаерло, там есть компонент, который может обнаживать. Так вот, а справа смотрите, нарисовано соответствие, примерное соответствие с этой модели компонентов SecretNet Studio. по модели практически DefensiveNet. Отдельно просто вывели периферийное оборудование для того, чтобы понимать, как будет утечка защиты от утечки информации. Вот смотрите, данные, как они защищают от различных угроз, там есть шифрование, там есть теневое копирование. Когда кто-то, оператор, он может не понимать безопасности, он, допустим, копирует на флешку файл. Ну, в SecretNet это запишет к себе в репозитарии, что этот файл был скопирован на это устройство. Потом вы по-логам это видите, администратор смотрит и может потом выключить то, что происходит. Или, опять же, теневое копирование при печати. Вот, тоже что-то напечатал, у меня администратор хранится, доступ туда не имеет, ничего не может потереть, а я буду ловить его, по-логам смотреть, ага, ты данные, ты инсайдер, ты данные куда-то передал. Маркировка документов это для секретных документов. При печати они будут маркироваться, будут печататься с грифом совершенно секретно. Вообще юзер в этом не участвует, он напечатал на принтере, если документ имеет уровень секретности, напечатался с грифом секретом. Что он сам может не знал, случайно открыл, папку залез, у него уровень доступа был, напечатал, оказывается, документ секретный. Он увидел, а секретный все в шедер или не внес. Приложение, тоже компоненты, контроль доступа к сети, контроль запуска модулей и скриптов, регистрация того, что запускается, также есть компоненты контроля целостности, сетевой экран там есть, и авторизация стихоподключения, и система обнажения вторжений, и шифрования трафика. В самой операционной системе есть управление доступом, есть расширенные механизмы контроля входа в систему, потому что не всегда Microsoft доверяют, есть антивирусная защита, отдельный контроль периферийных устройств. Компонентов много. Ну и соответствует требованиям каких-то регуляторов. Тоже вот здесь я уже показывал этот слайдик. Если вы хотите пойти получить сертификат, что у вас соответствует этих требованиям, вот вам этот продукт подойдет, он вас защитит. Теперь давайте что сделаем, чтобы как-то чуть-чуть отвлечься. посмотрим на соответствие этих требований, которые задавали вопрос, что нужно настраивать, что нужно делать, как вообще это можно сделать. Давайте вот что сделаем. У меня есть такая папочка. Если вдруг вы потом захотите, я вам эти документы предоставлю. Я понял, как там руководитель или как администратор, что моя организация попала по требованию какого-нибудь законодательства и что я хочу аттестовать свою систему. Я знаю, допустим, я попал под 152-й федеральный закон. Я начинаю выполнять требования этого закона, они сложные, но я добрался до того момента, что ладно, я все описал, я собрал комиссию, я провел инвентаризацию и теперь мне нужно построить модель угроз и теперь мне нужно реализовать средства защиты. Я выбрал SecretNet, там много-много настроек и какие именно мне теперь конфигурировать. Если мы посмотрим на продукт, тут у меня есть стенд, сервер, который централизованно управляет защитой, может устанавливать, есть клиентские компьютеры и есть такая у него удобная консолька для того, чтобы централизованно управлять. Я иду сюда, мне показан сервер, если я выберу структуру управления, структуру Active Directory, он обязательно с AD интегрируется, Active Directory должно быть в организации, если централизованно хотите управлять. Вот у вас есть домен, вот у вас есть сервер безопасности, вот у вас здесь будут десятки клиентских компьютеров, которыми хотите управлять. Если вы хотите ими управлять, то выбирайте компьютер и вот состояние этого компьютера в отношении вот этих защитных средств. что включено затирание данных, дисциплинационное управление доступа, защита входа системы, сейчас никто не залогиня, а здесь он вам будет централизованно показывать, о, сюда зашел такой-то пользователь, вот у него там такая-то сессия, что контроль устройств включен, что компьютер не заблокирован, могу сказать, могу нажать кнопочку заблокировать компьютер, все, кто-то там сидит, его выкинет, он будет заблокирован, пока я не чате, фейервол, авторизация системных соединений, обнажение вторжения, отдельный антивирус, какой-то паспорт, куча-куча компонентов защиты, а еще я иду в настройки, иду в настройки и вот настройки базовой защиты, я хочу обеспечить защиту входа в систему, о, сколько тут галочек, вот эта галочка усиленная аутентификация мне нужна, а пароль какой длины должен быть, чтобы соответствовать требованиям регуляторов, где это написано, это написано в в про 152 федеральный закон, там есть ссылка на приказ, вот служба, федеральная служба по техническому экспертному контролю, приказ номер 21, в утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности, персональных данных, то, что мы хотим, и вот если вы будете этот приказ читать, здесь написано, что вы должны реализовать, это как пишет законодательство, если мы перейдем вниз, то внизу будет вот такой страшный список тех мер, которые вы должны внедрить в зависимости от уровня, от требуемого уровня защищенности персональных данных, а вы до этого оцените, под какую вы попали, под первую, второй, третью, четвертую, если вы попали, допустим, под первой, вам нужна идентификация, аутентификация пользователей должна быть реализована, вот эту меру сделать, а какая галочка в секретнете эту меру реализует, там нет такого названия, что ИАФ1 должна быть идентификация, аутентификация, и вообще, зачем мне сторонние средства, потому что в Windows уже есть идентификация, аутентификация, но они Windows не верят, они должны быть сертифицированные средства, которые дополнительно в зависимости от требования уровня защищенности персональных данных вам обеспечить идентификацию, аутентификацию, и вы будете читать, будете смотреть и думать, вот это вот требование надо реализовать, дискреционный, мандатный, ролевой и иной методы, вот дискреционный доступ есть, есть дискреционный доступ здесь, есть, только что читали, что есть компонент, есть контроль, надо его организовать, а как его настроить, кому что выдать, тоже непонятно, какую галочку, вот когда вы сами будете анализировать это, вы ничего не поймете, вот чтобы соответствие вот этой плюсу, уровня защищенности 1 и этого продукта, вам помогает это сделать вендор программного обеспечения, то есть, компания, разработчик вот этого секретнета, она вам дает другой документ, который говорит, вы хотите защитить персональные данные по уровню защищенности 1, 2, 3, 4 и хотите знать, какие галочки вам надо поставить, когда придет вам комиссия, вы прошли проект, они вам выдают другой документ, они вам помогают всегда, будь то там секретнет, будь то другой продукт, у них будет другой документ, ну допустим, я открываю этот документ к их продукту и вот здесь внизу написано, в самом внизу, о, если вы хотите пройти, настроить систему, чтобы обеспечить безопасность видите, как много галочек, для для автоматизированных систем, для SPDN там ниже, то вот здесь уже они говорят, смотрите, как, вот это уже настройка в продукте, а это уровень защищенности автоматизированных систем, допустим, второй группы, третий или первой, и будете смотреть вот эту табличку, будете искать эту настройку, это уже то, что как реально вот эта галочка выглядит, и ставить вот эту, 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 эту галочку, то есть вход в систему, максимальный период неактивности до блокирования экрана, давайте ее найдем, вход в систему, вот, максимальный период неактивности до блокировки экрана, у меня 20 минут, нет, я не пройду проверку регуляторов и буду менее защищен, мне надо поставить 10 минут. Я здесь должен поставить 10 минут. Потому что там они так написали. И там действительно это соответствует. Но, опять же, сотни галочек неудобно. И смотрите, как они хорошо сделали. Они в последних двух версиях продукта создали вам шаблоны. Политик безопасности, которые применяются на ваши компьютеры, если вы централизованно управляете, также эти шаблоны есть локальные, если отдельно стоящие компьютеры. Вот здесь вот они, смотрите. Можете нажать применить. И вот здесь они вам создали шаблоны на все уровни для соответствия различным требованиям регуляторов. Вот как раз информационных систем обработки персональных данных. уровень 1, уровень 2, уровень 3. Уровень 4 не требует сертификации. Поэтому вам не нужно никакое средство для того, чтобы обрабатывать четвертый уровень обработки за 4 персональных данных. То есть он не требует никакой сертификации. ничего нет. А здесь я говорю, вот, отлично. А я государственная информационная система. Я по уровню К3 хочу обеспечить настройку. Я вот сюда нажимаю и он мне настроил, сейчас подумает, вот, и он, видите, расставил галочки в соответствии вот с этими требованиями. и вам не надо неделю тратить на понимание того, что же там в законе вам написали. Раньше мучились, хотя помогал нам вендор, а теперь прямо в шаблонах он вам это все написал. И когда придут проверять, проверяющие, им же тоже лень это все делать, они знают, что в этом продукте есть шаблоны. Смотрите, что они делают. они берут, сюда вот заходят, нажми отмену, сейчас. Они идут сюда, вот здесь есть сравнить с. Они берут и сравнивают то, что есть сейчас с уровнем, допустим, какой-нибудь государственной информационной системы уровня К3. Он строит отчет, то, что сейчас настроено и то, что должно быть. Он говорит, это не совпадает, не совпадает, не совпадает. Он говорит, батюшки, у вас неправильно настроено. Он говорит, вот это надо перенастроить. То есть они очень хорошо помогли нам с помощью этих шаблонов. Ну и в целом становится такое понимание, что в каком уровне защищенности можно между собой и сравнить. Действительно правильно сказали, не сильно они отличаются. Но вот этот функционал очень-очень удобный. Вот вы в одном месте настроили, это все разбежалось на клиентские компьютеры или локально на клиентском компьютере вы соответствуете требованиям. Понятно шаблонами. В последних двух версиях появилось очень удобно. Теперь вам не нужно мучиться и разбираться, как же это все будет работать. Теперь, если поговорить про проектирование и план внедрения в SecretNet Studio, первое, что вы должны знать для того, чтобы правильно внедрить, это знать архитектуру. Что есть сервер, что есть клиент, как происходит установка, что оказывается перед установкой вы должны установить сервер баз данных. Там будет конфигурация, туда попадают логи с клиентским компьютером для того, чтобы потом их анализировать. Также является требование регулятора. Вы должны задать себе следующие вопросы после понимания архитектуры. Где установить сервер, который будет управлять всем? Где разместить базу данных? В зависимости от размеров в этом должны быть разные сервера. Может быть на одном сервере. Какие надо выделить ресурсы? Сколько памяти надо для сервера? Как вам интегрировать существующие структуры Active Directory? Как будете к нему подключаться? Есть ли у вас автономные какие-то сегменты? Какие будут администраторы? Дополнительно надо подготовить Active Directory. Настроить SQL, установить SQL-сервер. По шагам вот этот план вам поможет и ответить на эти вопросы при нарисовании схемы и при внедрении поможет. А то, когда вы внедрили сервер, вы должны внедрить защиту на компьютеры. Вы готовите схему сети, готовите независимый список компьютеров. Сервер он сам найдет какой-то компьютер, а может быть этот компьютер почему-то потерялся, или сервер его не видел. А он реально есть, он реально работает, его тоже хотят защитить. Поэтому нужна независимая схема. Есть ли компьютеры, которые не в домене, которые в каком-то автономном сегменте возможно работают. Какие пароли от учетных записей с этих компьютеров это нужно для того, чтобы обеспечить механизм удаленной установки. Удаленно можно установить, только зная пароль администрации. Как разбить эти компьютеры на группы или разбиваем их сразу же. Проверяем возможность удаленной установки до того, как начнем внедрять еще. Потом, когда мы попробовали потестировать внедрение на каких-то тестовых компьютерах или с помощью каких-то дополнительных утилит, мы перестраиваем план. То есть мы говорим, вот здесь удаленная установка вообще не проходит, там сетевики все закрыли, там придется послать инженера с флешкой и пускай на флешке руками с нами. То есть опять же мы этот план установки внедрения переделываем. Создаем группы администрирования еще до того, как мы начали установку. Потому что когда они установятся, защитные эти компьютеры, на них уже начнут какие-то настройки действия, чтобы они не остались без защиты. Может быть еще дополнительные средства инвентаризации есть, на него тоже можно посмотреть. разбиваем на группы после инвентаризации, динсталируем софт. Если вдруг у вас есть возможность посмотреть, какой софт там стоит и будет несовместимый софт, допустим, другой антивирус, они несовместимы друг с другом, тогда мы его динсталируем, а уже потом будем устанавливать секретный скидер. В SecretNet Studio, слава богу, появился механизм удаленной установки. В старых версиях SecretNet 7 не было такого. Только через групповые политики мог. А теперь он здесь, здесь развертывание. Он говорит, смотрите, я посмотрел на сеть, вижу у вас в сети три компьютера. Arm1, Arm2, и еще и сервер. Вот здесь уже стоит уровень защиты хороший. Видите, у компьютера у него стоит версия 8.4. А вот здесь еще не стоит. Если хотите, давайте туда поставим. Вот здесь есть репозитарий, вот сюда вы добавляете дистрибутивы, которые хотите, чтобы на эти компьютеры установились. Здесь я уже добавил дистрибутивы. И беру компьютер, правой кнопкой установить ПО. Нажимайся. Вот. Выскакивает такое окошко, которое говорит, о, давайте будем устанавливать программное обеспечение, какие-то интервалы, какую версию поставим, какой файл лицензии. вниз пролистываю. Он говорит, давай логин, пароль, с помощью которого будет произведена установка. звездочками пишет, чтобы никто не подсмотрел. И после этого появляется кнопочка установить. Нажимаю установить. Создается задание удаленной установки. Вот оно поехало работать. И он пытается подключиться к этому компьютеру с этим логином, паролем, сам скопирует туда дистрибутивы, сам запустит. Вот это у него появилось достаточно удобно показывать, какой этап проходит. Разобрались, да? С планом понятно вредрение? Но еще раз, до этого, конечно, желательно построить план обеспечения безопасности, модель вынос, и уже по нему понять, что действительно это средство надо смотреть. Смотрели на применение шаблона безопасности, поразбирались. Теперь, если вдруг вы опять же попали под требования регуляторов, то оказывается в этих требованиях написано, что если у вас есть филиалы, и между этим филиалом вы обрабатываете какие-то важные данные, персональные данные, то нужно обеспечить защиту каналов связи, если вдруг они у вас идут через публичные сети, эти каналы связи. И есть еще один интересный программно-аппаратный комплекс у компании Код Безопасности, называется Континент. Наверняка слышали. Это программно-аппаратный комплекс, вот так он выглядит, который предназначен для организации защиты сетевого периметра, обеспечения конфиденциальности передачи данных через доступные каналы связи. Разные есть модели, в платформе там внутри все-таки стоит линукс-операционная система, но чем интересен? Тем, что вам не нужно иметь никаких навыков по конфигурированию линукс-операционных систем. Очень интересные средства управления графические, которые отдельно устанавливаются в сервер управления с вашими криптошлюзами, интуитивно понятны, надо понимать, конечно, как работает сеть, как реализуются VPN и так далее, но совершенно не нужно иметь навыков администрирования линукс-сетем, чтобы руками там все это делать. Что он позволяет делать? Создавать VPN-каналы между сетями предприятия. И очень важным аспектом этот пункт, что он шифрует эти каналы связи алгоритмами ГОСТ, которые являются требованием регуляторов. То есть не какие-то там цисковские алгоритмы, не какие-то там АЕСы, а еще что-то. А он использует ГОСТ. Это наша разработка. Ключи и постановки к тому работе с аксессирования? Да, конечно, конечно. Обязательно. Более того, там вам много документов регуляторов, по которым этот фортуг может вас защитить. Дальше слайд будет. Если прям предъявляют требования защиты канала связи, то здесь их сертификаты, программно-аппарат подрешения. В том числе там описаны как раз таким образом будут генерироваться эти ключи изначально для того, чтобы сгенерировать мастер-ключ. И там есть вот этот датчик случайных чисел, который биологический, а есть физический. Но опять же, чтобы он был физический, нужен там в комплекте у них идет Соболь. Соболь. но обеспечивает не только датчик случайных чисел, он обеспечивает еще и физическую защиту оборудования. Защита VPN-каналов и вообще в принципе установка этих VPN-каналов, то есть он сам строит, вы его конфигурируете, между криптошлюзами строит туннель, между ними управляет ключами, позволяет подключаться к своему решению удаленной компьютеры тоже к VPN-серверу, не сервер сервер, не точка-точка два филиала соединять, а клиенты из интернета с ноутбуками ваши могут также по алгоритму ГОСТ подключаться к вашему криптошлюзу, аутентификацию проходить и включать. Там есть клиент VPN, который подключается к континенту, который ставится в мобильное устройство, то есть на андроиде. И есть планшеты, которые тоже защищенные, которые есть в определенных регуляторах, а есть определенные модели, которые тоже прошли эту проверку и возможности их спать. Оказывается, умеет такую классную штуку, как L2VPN делать. То есть это VPN на канальном уровне. То есть это когда не L3VPN, как мы привыкли, а когда у вас будет в этот туннель заворачиваться еще и трафик второго уровня. То есть бродкасты будут в разные сегменты бегать, все что на втором уровне будет туннелироваться. Тогда технологию стрейч в ланах под эту технологию подводят, а он еще будет шифровать это все. на трансляцию то есть он будет шлюзом выхода в интернет и обеспечение безопасности между филиалами. Там есть технологии управления приоритизацией трафика, там есть механизмы обнаружения вторжения. Это требование будет смотреть какие сетки приходят, какие сетки оттайки. Также он может интегрироваться с БПР это база решающих правил для того, что когда мой сотрудник идет на какой-то ресурс в интернете а этот ресурс он нашим государством запрещен. Он будет блокировать такой доступ и синхронизация с нашими великими ужасными регуляторами, которые закрывают какие-то ресурсы в интернете. И это тоже будет требованием для того, чтобы пройти сертификацию от какого-то вентора. Это такой интересный продукт. Смотрите, у нас сейчас первый семинар будет второй семинар. Второй семинар будет чем интересный, потому что к нам обещают приехать эксперты из самого кода безопасности и там мы чуть поподробнее и они выступят и расскажут про свой продукт. Будет вторая часть, еще неизвестная пока дата, надо будет, приедут прям эксперты, оттуда будут выступить от вендора и нам будут рассказывать, там можно будет с ними детально пообщаться. Естественно, продукты сложные, непростые и чтобы их изучить и если они у вас есть, хотите их администрировать, конечно, желательно поучиться. Вот, допустим, вот эта схема того, как будет происходить обучение по курсу континента. То есть программно-аппаратные модули, смотрите, там будет несколько филиалов, реализованная среда, у вас будут целых 5 этих криптошлюзов сконфигурировано, один будет центр управления сетью, он управляет централизованно всеми этими криптошлюзами, у вас будут филиалы, будут использованы механизмы реализации сетевых атак, будем смотреть, как работает средство обнаружения и вторжений, будем объединять эти филиалы в туннеле, как строится VPN, как конфигурируется, вводить в эксплуатацию эти криптошлюзов будет в начале стенд, ничего нету, они никак между собой не связаны, мы установим туда программное обеспечение, чтобы он работал, введем в эксплуатацию, создадим базу данных и потихоньку будем изучать, как там НАК настроить, как VPN установить, как там ключи выдаются, как объединять 2 VPN, все будем реализовывать по такой сложной схеме, чем много практики. Есть соответствующие курсы, которые помогают вам это все изучить. Можете зайти на сайт, посмотреть то времени, сколько они проходят и какие темы, какие лабораторные вы изучаете. Кстати, из интересного, для того, чтобы специалист не просто узнал, что эта галочка так внедряется, эта галочка от этого защищает, от этого защищает, от этого защищает. В конце есть новая работа по курсу секретного студия, которые вы настраиваете по сути, считайте, с нуля обеспечение безопасности изолированного сегмента сети, на котором происходит обработка персональных данных. Это сложная схема по руководящему документу автоматизированных систем защиты от несанкционных доступов к информации. для проведения и потом последующего аттестации для соответствия документов классификации автоматизированных систем. То есть там такая схема, сеть несколько узлов и очень серьезные элементы по защите сети там внедряются, чтобы потом вы уже в организации не мучились как это планировать, как это делать. А до этого изучаем всю архитектуру, как это защищается, как это удаляется, как конфигурается. В конце такая большая лабораторная по реальной защите и плюс для соответствия требований регулятора. Вот такой получился семинар.